ну что еще раз всем привет 20 мая 22 года весна почти закончилась спалил анонс запустил твич заметил старт красава код вот все бы так делали все бы полили объяву начнем сегодня но я побоялся спустя полторы недели отсутствие начинать с какой-нибудь вот хардкоры лютого там ганак на эксперте да там река на харде без контов если они там вообще есть я уже не помню чем начнем сегодня с еще одной барби на gameboy advance блин это уже четвертая барби в проект будет если получится пройти здорово серёг сегодня как ни странно ты а нет на ю тубе ты первый сегодня извиняюсь ребятки что долго отсутствовал конец весны это начало огородов у нас наконец-то теплая погода наступила хотелось просто погулять походить чем барби принцесса и нищенко вот так называется очередное приключение с этой всемирно известной куклой надеюсь по звуку будет нормально борг врывается с философской мыслью списать долги нет возможности отдавать но вот борг ты зря так на самом деле у нас в области нормально нормально хватает обеспеченных людей насчет списанных долгов это ты немножко наверное ну не знаю я думаю зря так говоришь блин минералка холодная прям по зубам вдарила здорово ослбек как всегда смотрю ты в ударе хорошее настроение на виталя привет сразу такой контраст в чате знаете вот прям и строго тайгер уже написал свеча ребятки подтянулись я смотрю далеко не все в пятницу работают тем будет веселее в общем сильно меня не ругайте что начал сегодня с барби моя слабость можно сказать четвертая игра уже офигеть так arcade это как я помню мини игры сейчас нет смысла туда соваться да вообще в принципе нет смысла паспорт это пароли постараюсь пройти игру без пароли она вроде не короткая нифига короче начинаем новая игра удачного привет настроение пройти стрим я чё-то запутался немножко удачный привет это что-то новенькое вот почему я запутался здравствуйте евгений с youtube 4 брат привет фауст здорово люблю когда ты вот этот смайлик используешь наконец-то барби да игорь наконец-то добрался совсем позориться не буду все-таки у меня в проекте учитывается максимальная сложность поэтому запускаю на нормале посмотрим что игра из себя представляет сразу два каких-то болвана приплыли на лодке поторопитесь вы идиоты даже главный их так называют харри ю фулс типа давайте быстрее придурки вид вид привет приятно что на ютубе сегодня какая никакая активность хотя бы в начале смайл топ я согласен фауст вот и я всегда гектор вспоминаю в эти моменты когда речь о смайликах заходит начнем с барби а там посмотрим ребята посмотрим здоровый кинслейер спасибо что забежал так постарайтесь быть уверенными в том что королевство не будет нормально работать в этот раз не допустите никаких ошибок еще и портрет злодея показывают кстати у него там в игре вроде повязка на глазу портрет в диалогах нормально выглядит наверное это лучше его времена было сделано мов клип спасибо за фоллоу натрова спасибо удачного прохождения барби хардкорщины спасибо лодранер спасибо рад что тоже живой надеюсь здоровый спасибо лодранер что забежал надеюсь когда-то это все закончится то что у вас творится и не потеряйте карту он кричит уже тем которые уплыли куда-то за экран они уже где-то за экраном вот эти ребята в лодке он уже уже туда им кричит не потеряйте карту какую карту вскоре королевство будет в хаосе и принцесса аннелис будет просить меня о пощаде просить меня о помощи ха ха гламурные такие диалоги в розовом цвете с фиолетовой ограничкой прикольно сделали друг другую барби которую я проходил на gameboy advance там тоже такая фигня была но вроде они сюжетно не связаны здесь просто как очередное приключение барби вот эта игра кстати пораньше вышла чем ту которую я играл никто не может остановить меня теперь серьезно настроен главгад вульфи эрика что это мов клип спасибо за активацию награды но я бы посоветовал ребята кто на трава ко мне заходит не тратить не тратить ману потому что я крайне редко стримлю и она просто будет сгорать она никак не сможет мне никакой пользы принести лучше поддерживать и более популярные каналы закидывайте ману чтобы ракету собрать с моей частотой стримов с моей активностью это практически невозможно надо чтоб какой-то олигарх на трава зашел и начал прям десятками тысяч маной сыпать но это такое себе на самом деле принцесса аннелис мы должны поторопиться в королевские сады кто-то заблокировал доступ к воде без нее все погибнет и люди будут голодать вроде такая гламурная игра на вид а такие проблемы сразу в начале кто посмел сделать такие ужасные вещи и все они вдвоем пошли к точке чего куда вообще что ты думаешь о том же о чем и я серафина да скорее всего это проделки злого премингера премингер да здорово столяном сегодня одолели мегамэн 3 на геймбой поздравляю дима привет я уже неоднократно говорил у меня мегамэн и начнутся в пятой сотни игр я не знаю может может даже в этом году успею добраться не факт конечно я за мегамэнов возьмусь когда счетчик перевалит 400 игр видел на прошлом стриме топовые игры были а у меня в тот день и нет рубанули на 10 часов блин нифигасе кинслейр меня тфу тфу пока давно не было проблем с перебоем электричества надеюсь сегодня тоже ничего не случится хорошо вы здесь чтобы помочь сады в ужасном состоянии нам нужно собрать все золотые яблоки возвращайтесь ко мне в любое время и нажмите кнопку б чтобы узнать больше помощи вор неожиданно сегодня ты как-то на youtube зашел но как я люблю говорить если тебе там удобно но кому где удобно смотреть ребят там в принципе там располагайтесь амкол привет спасибо даже немножко стыдно что столько людей подошло в начале стрима я думал активности не будет сегодня рано начал думал так потихонечку барби оформлю в статистику пока никто не видит чтобы сильно не позориться не нифига подобного сразу сразу 15 человек пришло привет удачного стрима удачи с этим хардкором барби пройти спасибо ребят что находите время что помните старого стримера не до стримера скорее с моей активностью мне нужна помощь эрике чтобы достигнуть этого яблока нажмите кнопку левого шифта чтобы переключить персонажей тут еще и можно персов менять эрика так разгуливает руками машет если я спою от вибрации это яблоко может упасть тетрис ван привет с прибытием на стрим продажу поступили кривоногие куклы барби мальчиков готовят к реальной жизни это я слышал борг это я слышал когда-то так я что-то уже в начале пропустил слава богу живы будем не помрем держитесь лодранер держитесь сейчас вообще непонятно что в мире творится на самом деле порт должен сидеть на трубе немножко перефразировал но прикольно реверси привет нет даже реверси на стрим зашел да что такое но все спалили просто мою хардкорщину реверси у меня был перерыв полторы недели я как-то побоялся с чего-то серьезного начинать посмотрим как пойдут дела с барби если чё доберемся до более ну не знаю привычных вам игр можно так сказать мне именно сегодня нужно время в поездках убить стримами вам кола если не секрет куда собрался путешествуете куда-то или или чё отдохнуть поехали или к родителям или куда вообще димана привет вор должен сидеть в тюрьме как говаривал высоцкий но мне кстати фраза лодранера понравилась прикольно он перри переосмыслил как раз прям в стрим можно сказать здоровый егор привет блин егор не знаю пока насчет дэшин дисперадос что-то мне я посмотрел как другие ребята в нее страдают и пока что-то даже желания нет начинать ее но когда-нибудь все таки попробую себя заставить но это будет сложно закупиться нужно скучно и банально но тоже важное дело амкол тоже разум привет разум точнее извини посмотрел на них нажмите кнопку б чтобы спеть сейчас спою а яблоко прям на грудь упала мне нужна помощь аннелис чтобы пройти через эту воду нажмите игра как для идиотов каких-то какие-то объяснения пишет нажмите левый shift чтобы переключить персонажи игра ты мне уже говорила об этом зачем опять повторяешь использую мой щит чтобы держать нас в сохранности я могу поднять его как зонтик эрик а теперь ты можешь пройти под ним нажмите левый shift чтобы переключить персонажей спасибо игра что в третий раз мне говоришь об этом какой заботливый туториал прям каждая до мелочей все расписывает мне нашего вора и на твичей на трубе показывают до чего техника дошла да еще можно зайти на трава будет уже три вора в чате прикольно шагон здорово да кстати левый shift находится слева да это тоже очень важно потому что блин я в джойстике теряюсь столько направлений лево право вверх вниз кошмар как как я умудрился столько игр пройти что-то розовое на экране здорово фергюсон я просто не решил немножко с такого лайтовенького чего-нибудь начать и уже в начале игры какие-то рофлы ловлю просто смотри кто-то закрыл нам ворота на нашем пути наступите на кнопку под ногами чтобы открыть ворота аннелис проходить через ворота четвертый раз за две минуты пишут нажмите левый shift чтобы переключить персонажей это просто этот туториал можно просто не знаю заносить прям в учебнике прохождения видео игр гектор привет кстати ты первый кто обратил внимание реальная игра механикой похожа на lost викингс такая барби версия на gameboy advance немножко да так отдаляется но чем-то похоже на викинга ладно сейчас разберемся с туториалом я думаю побыстрее дело пойдет теперь я могу держать следующую кнопку под ногами чтобы опустить ее для тебя поставьте аннелис на следующую кнопку под ногами блин отлично они открыты пятый раз пишут нажмите левый shift не такое чувство что эта игра для для пятилетних девочек я не знаю руби привет даже руби зашел чтобы поиздеваться надо мной здорово спасибо руби за фоллоу очень очень грамотно нашел время для того чтобы за фоловится я тут как раз хардкорные игры гоняю нажмите прыжок чтобы прыгнуть и мне кажется сейчас это напишут чуть попозже дайте мне уже яблоки собирать сколько можно спасибо работая вместе мы сможем решить любую загадку ну раз любую значит любую так попрыгаем по деревьям вниз можно тоже спускаться я кстати сейчас белка ранила вообще эрике можно где-нибудь подворотне выступать хотя нет в подворотне опасно она может сломать там где будет стоять просто потолок разрушит еще и завалит себе так это хэпэшечка понятно да ладно руби я угораю какое в целом у тебя мнение о гб а блин егор но у меня где-то 10 игр пройдено на геймбой advance мне в принципе это консоль портативка нравится и я пока не брался за шедевры на геймбой advance я думаю большинство ребят кто в чате они знают что геймбой advance в первую очередь наверное с метроидами ассоциируется зельды есть очень интересные такие нормальные геймбой advance крутая портативка библиотека игр у нее обширная я пока в основном такие себе игры прохожу но уже не раз объяснял что хочу в проекте оставить более такие крутые игры на потом поэтому я мегамэнов откладываю все все дальше дальше хотелось бы как-то все-таки не сразу все шедевры пройти постепенно будем изучать и геймбой advance библиотеку не отношение к ней нормально на геймбой advance много платформеров 2d 2d платформер это мой любимый жанр кстати барби тоже можно сказать 2d платформер а здесь еще и немножко такой налет на викингов то есть игра заставляет меня слаженно действовать если в лост викингах был блин не помню как его зовут был там олаф по моему да со щитом ходил здесь в роли олафа барби непосредственно выступает не кстати если поднять щит и прыгнуть она тоже как бы парит вместе с не просто падает как камень действительно парит так медленно нажмите прыгнуть чтобы разбежавшись прыгнуть со скалы я думаю а кстати тоже песня такая была до прыгнуть со скалы я только не помню кто исполнял очередные ворота ребят будут еще сегодня не но я по-любому еще что-то сыграю любому что-то будет еще сегодня король и шут реверс и спасибо разбежавшись прыгнуть со скалы но мне у них немножко мне у них больше другая музыка нравится другая композиция проклятый старый дом мне очень нравится у короля и шута кукла колдуна вообще обожаю прямо прям топовая песня кукла колдуна и проклятый старый дом наверное две любимые песни у короля и шута когда я первый раз куклу колдуна услышал у меня прям мурашки по коже были я ее еще услышал когда аниме ролик был не помню как называется но на куклу колдуна очень прикольный ролик сделан в аниме стиле там дворецкий что ли какой-то не помню как аниме называется там тоже что-то с куклами связано и под это аниме запилили вот эту песню короля и шута очень прикольно получилось так я когда слушал прям нормально так ну проклятый старый дом да тоже прям классно вообще король и шут нормальные ребята были сектор газа король и шут когда-то любили их слушать иногда нет нет ностальгия появляется тоже включаю силич привет не сразу заметил но я смотрю ребята в теме много кто про них вспомнил группа крови до дима точно ты прям музыкальный эксперт нам 10 из 10 сорян не смог удержаться да ничего страшного ничего страшного чего у вас там дим еще есть какие-то планы по мегамэном ты на геймбое все пять частей проходил или у вас пока у вас пока была в планах третья часть только за другие не брался более позднее блин на геймбое 5 частей мегамэнов были 5 мегамэнов тоже когда-то предстоит проходить это все до куклы колдуна увидел зародились пошлые мыслишки у кого что геп того что резво она по веткам скачет прям как люхая буза ты льстишь реверсы это грубая неприкрытая лесть так как надо печь чтобы сбить белочку принцессы в этой игре еще не на то способны я думаю они еще раскроют свой потенциал новатор привет здравствуйте дядя серёжа с прибытием а вот там кнопку мне даже не дали наступить просто яблоко собрал и все замечательно 20 минут в игре я только первый уровень прошел по ходу барби затянется часа на 2 ребята кто останется на стриме крепитесь это будет серьезное испытание для зрителей blink 182 of spring крамштайн чай вдвоем короче ребята начали перечислять у кого кто чё в детстве слушал как как всегда димана отличился о девушки всякие разные да новатор сегодня я решил начать с лайтовенькой игры продолжить тему барби вот вы смеетесь с барби очень много разных игр выходила и поверьте самые крутые с ней я еще не играл есть игра на playstation с барби там типа том прайдера кстати сделано вот ее тоже было бы интересно заценить отлично вы нашли все потерянные золотые яблоки и за 20 минут первый уровень пройден отлично вот это hard 20 минут на первый уровень мне понадобилось нам нужно найти и посадить яблочные семена в грязь вместе с белым маркером так а сейчас мне дают за котеек поиграть прикольно сейчас только женщины были теперь за животных дают поиграть возможно аниме так и называлась темный дворецкий может быть борг дело в том что я кроме тетради смерти еще не смотрел ничего ну не считая типа унесенных призраками то что за полтора часа можно будет увидеть вижу дима вижу всего пять частей на геймбой я прошел со второй по четвертую скоро приступлю к 5 а как так получилось что-то первую пропустил не понравилось что ли гектор опять какие-то пошлые мысли это ты хочешь и зрители так придержать чтобы они концовку и увидели скрытую эластион приветствую эластион так как ты зашел строго еще раз повторю ребятам кто на трава не кидайте ману не надо я не накоплю на ракету у меня стримы крайне редко проходит так я могу толкать семена в грязь своей лапой нажмите кнопку б чтобы толкнуть семя замечательно нажимаю первое семя посажено я могу забираться на деревья чтобы собрать больше семян семена на дереве нажмите кнопку вверх стоя перед деревом чтобы залезть спасибо игра я бы никогда не догадался что надо перед деревом нажать наверх я думал по воздуху можно будет залезть некоторые семена находятся под землей вульфе любит копать нам нужен нам нужно переключиться на вульфе нажмите левый о господи шестой раз уже пишут нажмите левый shift чтобы переключить персонажей эта точка перед которой стоит серафина выглядит очень хорошим местом чтобы копать двигайте в полфи к этому к этой точке эта игра точно для дошкольных ребят которые еще даже в школу не пошли я люблю копать что-то мне это напоминает нажмите вниз чтобы начать копать он кстати ничего так нормально копает так там еще одно семечко да я тебе если будет в начале недели стрим залью ну смотри эластей он смотри сам первая часть слишком хардкорная мне нужна помощь нифига себе дима даже так я только на не сыграл мегамэнов мегамэ на геймбоях сложный пишет егор сложнее чем на нес наверное из-за физики из-за управления да всегда хотел сказать что обожаю твои стримы респект от обычного работяги обычному работяге привет привет саш спасибо за откровение такие сообщения тоже не устаю повторять очень приятно читать спасибо саш рад что нравится контент заходи располагайся сегодня я начал немножко нестандартно во первых раннее время во вторых сама барби самая знаменитая кукла в мире наверное так тут надо мне как-то спасибо саш рад что не разочаровал не разочаровал еще спасибо что не забываешь у меня еще много дел еще много чего предстоит изучать проходить так что егор и на gameboy advance будет много игр со временем так это четвертая семечка замечательно здесь опять копать надо вся игра построена на взаимопомощи между персонажами вообще в каком-то плане это прикольно сделано вот так вот если кто-то будет вас спрашивать какую игру кроме викингов вы еще знаете где можно где нужна взаимовыручка с персонажами можете спокойно барби назвать так я ток тебе ману сливаю спасибо эластион но тогда копи копи как можно больше блин вентилятор попадает на шторы колышет и у меня солнце пробивается у меня прям лик святого просвечивается нифига себе сейчас на камеру смотрю у меня просто просто святость попадает через окно офигеть красивые спецэффекты на камеру попадают работа и в игре попалась до элементы работы немножко распространяются и на игру здесь тоже копать надо а наверху семечка надо ее куда-то скинуть святое да не на прикольный эффект на камеру мне самому прям понравилось святейшество в испытании первый sonic да кинслейер виталий ерпулев сделал испытание на первого соника за что ему кстати спасибо что он не стал прыгать по серии ах ты белка подлая спасибо что виталий заказал первого соника на твиче ребят идет сбор на первого соника кому интересно увидеть мои страдания натру концовку в сонике не поленитесь потратить монеты кто не хочет видеть страдания те не закидывайте ничего тут что-то нифига нету я походу пропустил где-то максон привет товарищу кулаку слил всю ману ничего страшного сильно я еще раз говорю на меня ману не тратьте меня стрима раз в неделю теперь будут может даже меньше скоро наступает лето летом у меня по 22 по 23 упряжки а так как я работаю по сменам не крайне сложно найти время кстати можно белку сбить пока вульфи у нас не умеет по деревьям лазить он только вверх смотрит где-то здесь еще должна семечко быть серафина тоже может белок сбивать кстати хитбоксы на семечку плохо действует сейчас зайду на твич давай саш так хочу куда я ее уронил она все правильно еще три семечки осталось что-то я нифига не тороплюсь я так могу и на три часа зависнуть вот это барби вот это хардкор вообще геймбой advance славится играми которые проходятся где-то по три часа два с половиной очень много таких игр ну метроида естественно будут гораздо больше время занимать на прохождение вот что за фигня я пришел в конец уровня и у меня еще два си две семечки где-то где мог пропустить да там изи никаких страданий не будет не знаю кинслейер я бы так спокойно не говорил насчет этого меня в детстве ни одного соника не было и до сих пор так сложилось что я ни одну часть не проходил через нижнее белье еще люблю арию колизей ария самая знаменитая песня наверное это я свободен а вот здесь еще семечко где-то должна быть что я как-то здесь умудрился пропустить там внизу посажено возле дерева где-то вот здесь пропустил надо походу залазить наверх закидывайте на соника осталось 20 процентов гек ну ты всегда вот агитируешь кстати в очередной раз спасибо тебе за смайлики хочу сказать ребята которые юзают смайлики в чате я сразу про тебя вспоминаю чё за хардкор начался где это семечко где я мог пропустить второй уровень я уже полчаса в игре спидранеры меня просто помидорами ухами закидают а вон еще одна вижу нифига ее запрятали если вся игра так будет я могу и за три часа не уложиться так это надо туда скидывать вправо это уже закат арии с кипеловым тебя там и супер метроид поджидает но за это егор мне стыдно я все никак мартирус вообще был первым кто зареквестил реквест на испытание я до сих пор как-то скрываюсь и не запускаю супер метроид вообще хотелось бы какой-то метроид пройти более ранний перед тем как браться за супер метроид вообще супер метроид частенько ставят в топ-10 самых лучших игр на снесе бывает лазию по интернету в поисках топов всяких но интересно посмотреть что люди выбирают файнал фэнтези шестую часто в топ лучших игр ставят на снесе супер метроид legend of zelda а карина of time или подождите как она там называется link to the past вот ни одной зельды не играл тоже из-за этого проблемы так где-то еще одна семечка осталось что у меня плохие предчувствия нам наверху вроде нельзя залезть даня здорово у меня тут дикий хардкор я не могу в барби второй уровень пройти уже полчаса сижу в игре у меня до сих пор второй уровень я пока еще семечку для того чтобы посадить ее не могу начать никак нормально отвлекаться я не поленился тоже зашел на twitch залил по максимуму я бы еще залил но там лимит до 2000 лимит эластион 2000 лимит за сутки ну судя по тому как активничают ребята я думаю sonic это тоже вопрос времени причем ближайшего разве спидранит такие игры гектор спидранит вообще все в мире может я тебя удивлю но даже jrpg спидранит тоже финалку если взять вот еще одна блин вот где пропустил второй уровень пройден отлично всего-то полчаса играем второй уровень отлично теперь мы можем посадить больше яблок блин ребята нифига не успеваю нифига не читаю пока пароль вывели на экран сейчас вернусь в чат быстренько я свободен это не ария это отдельный проект кипелов стыд и срам не силе чем стыд и позор а где на sonica монеты кидать саш там на twitch и если посмотришь рядом с проигрывателем по-моему вот в этой стороне получается как показать вот в этой стороне возле камеры есть там монеты можешь зайти ознакомиться в tactics на гба я проходил сильно дольше трех часов tactics advanced кинстейр если уж совсем точным быть вот и скуражаем вообще как-то не идет чувак житников житников скуража он там раньше был михеев тоже норм мужик вообще все пропустил нифига не успеваю как так получилось что в столь раннее время такая активность на стриме хотя там у меня еще два реквеста в контактике реверсе у меня больше 300 реквестов так что за это можешь не переживать я уже смирился и постепенно стараюсь разгребать по мере возможности мне реквестов еще на 20 лет вперед хватит если не больше не берись заранее метроиды начиная с супер метроида по факту это ремейк первого ну так вот и город чтобы браться за ремейк надо для начала ознакомиться с оригинальной версии я считаю метроид на донди достаточно уныл тем не менее тоже надо проходить супер метроид для неискушенного метроид ванщика супер находка здорово даня здорово спасибо что забежал обычно я тебя только во времена рейдов вижу когда ты рейд на мой канал делаешь а так обычно ты редко в чате пишешь на гба хорошие два метроида там метроид фьюжен и еще какой-то насколько я помню люблю метроид 2 не в сам метроид ни в какой не играл же за кинслейер то же самое у меня примерно есть спидран какой-то карточной игры длиной в две недели подожди а как там спидране две недели то чё за роботом чё за робот спидране две недели помоги очистить водный путь переключи все рычаги красивый уровень рома привет спасибо за фоллоу на трава серафина ты можешь прыгнуть на мой щит нажмите кнопку б чтобы поднять щит теперь переключитесь на серафину о господи в седьмой раз пишут нажмите кнопку левого шифта чтобы переключить персонажей подведи меня канализ так чтобы я смогла запрыгнуть на ее щит кстати у меня команда поменялась барби была с эрикой а теперь она со своей котейкой первый переключил он спать ходил таймер шел это чё за фигня такая чё это за спидраны таймер таймер шел офигеть это странный спидран доброго дня вечера ночи утра здрасте здравствуй робот привет здорово ждем модераторов на ю тубе сегодня пока не сейн ты не лёшу не видел к сожалению мощи то можно сбивать вообще случайно получилось блин диман опять пошлишь вот вы с гектором в ударе сегодня осмотрю вас сегодня день 18 плюс нинтендо любят в названиях своих игр добавлять название консолей на снес например да кстати егор есть такая тема на м64 это вообще странная фишка добавлять м 64 ну 64 в название конечно конечно прикол тот еще спасибо ром спасибо что забежал заполовился на крово здесь бревно да да если я не ускорюсь в барби придется надолго зависнуть зато наверное единственный в мире кто ее спидранил на процентов вроде как рекорд блин да не я теперь не удивлюсь если и двенадцатую финалку кто-нибудь спидранит на сто процентов кинслейер может твоя мечта есть был избудется может быть есть люди которые финалку двенадцатую на сто процентов пробуют пройти но я слышал там игра про по юге о какая-то если вор еще в чате я думаю про юге он так и лягушку нельзя щитом спите барби урон получает вообще все-таки забавно сделали что можно вот так вот ну даже не можно а нужно переключать персонажей чтобы пройти игру неплохая пока барби получилась так тут вроде наверху нифига нет там сильно думать не нужно название такое же приставку добавил и все касселвене 64 правда как то как то странно а где предыдущие 63 части да если это косла 64 странная логика на самом деле пиарить консоль тем что ты добавляешь ее название или номера в игры такое себе мне кажется супер 64 делюкс эдишн плюс наклз а вот это с кстати саш это уже сложнее угадать консоль ты чё-то все в одну кучу не мешал а мы снеска может быть н64 а вообще соники а на геймбой advance выходили соники на габа были что-то я думал соники это эксклюзив эксклюзив сега потом вспомнил что на геймбой адванс то тоже были соники то есть они нифига не эксклюзив получается да на геймбой advance еще много чего предстоит изучать касселвене и топовые были сколько там на гба 3 или 4 части выходила костлы арио в ссору портрейт of ruin хотя могу с нинтендо дисси путать тяжело говорить про игры которые ты еще не играл не проходил так только слышал где то так аккуратнее блин правда в лост викинг геймплей просто лост викинг меня флешбек я же викингов проходил когда-то втроем собирались гектором с орган приятные воспоминания у лягушек непонятное происходит на нерест идут что ли дамги и все части марио понятно 63 части и еще касселвене зеро да есть есть же еще всякие приквелы сиквелы их тоже немало было на самом деле так опять наверх лезть с другой стороны единственное что пока не нравится это надо обоих персонажей вести за собой вот еще в этом плане игра более длинной становится приходится до финиша доводить обоих персонажей таков уж геймплей чё поделать переключил этот уровень хоть более-менее быстро прошел конечно sonic advance и три части у тебя да они еще не заказывали никаких соников ваша привет здорово отлично вода снова течет ну как всегда мой топовый английский перевод nintendo где еще 60 номерных частей костлы да вот так взял предъявил им на гба очень много всего выходила на самом деле но у них такая да них серьезная библиотека на самом деле вообще по моему на всех портативках очень большие библиотеки игр так все выключатели нужно перевернуть чтобы колесо воды заработала вновь помни один из вас должен стоять ногами на кнопке чтобы другой смог пройти через ворота спасибо игра что постоянно мне напоминаешь это опять убийство белок пение от пение эрике просто белки разбегаются в ужасе все я думаю если она в караоке придет закажет какую-нибудь песню у нее просто у этого заведения все гости разбегутся кто там кидает я не вижу для она забралась что-то какие-то помидоры падают чё это сливы с переспелые что сыпется непонятно сегодня солидная активность в чате есть такой момент стереодок в лучшем случае спит но паша говорил что на разные стримы заходят одновременно муж ошибся муж хотел антохи написать меня тоже бывали такие моменты заходишь одновременно на несколько стримов начинаешь здороваться и путаешь ники было пару раз такое так здесь вот пройти можно опять какой-то нелинейный уровень я кстати еще ни одного рычага не переключил я соников на угц прохожу уже до sonic r добрался чё за sonic r который свежий что ли недавно вышел вода маст флоу да так а сюда как сюда надо наверное эрику чтобы пением открыла здесь точно песель понадобится да саш я сам если честно немножко удивился ребята зашли такая активность идет что не успеваю все читать у китайцев можете найти все недостающие части да эти ребята наделают вам и castlevania 62 castlevania 54 эти ребята знают толк портирование игр один только данки конг чего стоит на нас червяк джим тоже веселый получился второй рычаг есть здесь вроде бы ничего не упустил теперь можно наверх ломиться вчера на колс хаотикс проходил очень средняя игра нет sonic r это гонка с соником кривейшая даня странно что динозу гц говоришь проходишь что-то мне в рекомендации не вылазит у гц канал я не знаю чем это связано здесь на дерево вроде нельзя залезть ворота активировал sonic r это с рейтингом r имеется ввиду гектор на тебя весна так действует или что ловко ты так переключаешь тему на 18 плюс так а есть тоже смысла здесь нет залазить она кстати даже не может пролезть еще один рычаг отлично так хочу мне вниз походу придется а нет нормально то надо пёс или вернуть по моему вниз еще можно было пройти да игра то нифига не короткая будет фига куда рычаг запрятали хорошо что назад вернуть а в эту игру можно вдвоем играть я не знаю паш тут на gameboy advance очень сложно понять какие игры можно проходить вдвоем какие нельзя gameboy advance очень капризная портативка в плане того чтобы в коопе поиграть вообще на gameboy advance есть кооперативные игры double dragon я точно знаю что можно в коопе играть но почему-то вы на эмуляторах не сделали так чтобы на гба можно было спокойно запускать игры в коопе какая там а ну там я переключил еще четыре рычага осталось 48 минута в игре кошмар я еще даже первый мир не прошел так четыре рычага здесь тоже переключил аббревиатура угц вызывает у меня ассоциации с фгдс например гектор ты сказал про фгдс у меня вьетнамские флешбеки начались проходил я эту процедуру было дело фгдс это просто страшная вещь просто такое чувство что все внутренности наизнанку выворачивают так здесь тупик владегор привет вид владегор с прибытием меня сегодня очень хардкорные игры ну по крайней мере первые из них дальше посмотрим если барби задержит меня часа на три я не знаю ребят успею ли я еще что-то сегодня сыграть я же не просто так сегодня рано начал сегодня грандиозные планы на вечер меня друзья приехали новосибирска уж извините такую встречу я не могу пропустить еще пока на разведку одним песелем сходить если получится завтра суббота если я сильно но я честно говорю вам открыто если сильно не ужрусь завтра еще будет стрим играть то всегда есть было бы время руки какие никакие вроде есть которыми можно играть я даже под вискарем понимаю что это полный ад они игра реверси ты набухался что уже нормально у тебя там пятница началась вчера был на фгдс второй раз за год второй раз за год я один раз эту процедуру прошел меня больше никакого желания нет один раз у меня проверили желудок не было лет 14 наверное когда я проходил этот фгдс но это конечно травма детства это я вам точно могу сказать так но здесь я вроде был странно что на крыше рычага нет получается зря только пришел завтра на рыбалочку поздравляю силич батя вчера ездил ай блин здесь кнопки придется придется эрику спускать в ульфе пожалуйста пусть последний рычаг будет здесь да блин еще и надо вести чтобы он раскопал там еще и в погреб приходится слазить все отлично а гба через мид нафин не работает вроде же есть его работы через мид нафин но вопрос в том что кооперативы сложно оперативы сложно оформить вы полностью починили королевский сад молодцы 50 минут в первой локации боже мой боже мой что музыка злая заиграла послушайте там кто-то прячется в деревьях два полудурка каких-то почему снова эти два человека я пойду посмотрю так у нас тут первый босс в игре надо чтобы они себе на лицо роняли понятно сера они тут эрика я все путаю вот кого нельзя в шоу голос пускать на просто просто убивает своим голосом все не стали поворачиваться вообще убежали 0 то ли расти на smd тоже мультиплеер на ему ли не завезли на smd почему фаус на smd же нормально можно проходить в коопе два раза делал фгдс без наркоза на 3 с наркозом какой кайф поспал проснулся подожди его рача сейчас фгдс можно с наркозом делать у меня травма детства на всю жизнь это страшная процедура была если сейчас можно можно так облегчить то в принципе это даже даже здорово можно сказать смотри они бросили кусок карты нажмите на селик чтобы посмотреть карту так это чё за утины истории вторые начались она ведет в лес должно быть они спрятались по этому пути с батькой охоту обмыли пять глухарей по весне нифига это нормально такая добыча мясо глухарей кстати вкусно им мне как-то привозили я пробовал мясо глухарей мне понравилось ну конечно надо тоже уметь готовить вкус такой да уникальный можно сказать я даже не знаю чем сравнить можно смотри деревянный человек и его жена деревянный человек премингер испугал всю всю дичь сможешь ли ты нам помочь найти потерянные яйца они вот-вот готовы расколоться серафины я поможем тебе серафина ты можешь использовать свои лапы чтобы разбивать яйца а другие наши ребята просто ушли по ролика к володине да да не есть такой момент в оригинальный гба чтобы в коопе поиграть консоль должна быть у обоих игроков на одной вдвоем не поиграешь вот в этом вся проблема паш в этом к сожалению вся проблема эмуляторы надо надо два разных эмулятора открывать и коннектить их по сети чтобы у тебя два игрока было есть какой-то мид нафин который позволяет у ее тут что-то музыка кстати прикольная заиграла лесная локация тоже красиво выглядит в этом вся сложность гба не получится легко симулировать в кооп так-то на одного пожалуйста любую игру запускай проходи никаких проблем их еще ловить надо я что-то не обратил внимание мне вот сейчас только засчитались эти яйца мало того что разбить надо еще и надо поймать так ладно барби стой здесь сейчас эти яйцо раскалю лови а ну да если персонаж не активный то не получится взять реверси делал тоже три раза называется колоноскопия анальный зонд реверси только только не говори мне что ты проходил эту процедуру мне кажется такая процедура после которой вообще никогда жизни будет прежний оказывается фгдс это еще не страшная процедура есть гораздо пострашнее колонка скопия блин даже название какое-то страшное колонка скопия как будто тебе извиняюсь в жопу какую-то канистру засовывает деревянный человек его жена это буратино и буратиха тихо гекты сегодня вообще в ударе прям радует люблю когда у людей в чате хорошее настроение но у тех у кого плохое настроение надеюсь что сегодня уже был повод улыбнуться хотя бы раз и так сейчас непонятно чего происходит надо уметь радоваться мелочам хотя бы каким-то это улья упал что ли там улья был нифига не вижу но здесь вроде ничего нету что-то у меня youtube чё случилось последний стрим забанил даже не пишет почему просто заблочен и все чё-то странно да не правда у меня youtube заблочил один стрим когда я лилуистич проходил когда проходил лилуистич я не скипал заставки youtube заблокировал мне этот стрим но он объяснил что авторские права диснея типа на стриме показаны кадры мультфильма из-за этого да он забанил мне стрим я там потом отдельно заливал видос где мультики были вырезаны ну ты говоришь ничего никакую причину не написал это это тогда странно становится вообще должны были объяснить когда этого яйца добраться блин чё я гоню она же может по деревьям лазить а я еще жалуюсь что подсказки не слишком часто пишут сейчас уже жалею что игра не написала мне вы можете залезть на дерево не забывайте об этом дровосек еще не предупредил сказал что не забывайте на кнопки наступать а про деревья не стал напоминать ладно фиг с ним два яйца осталось разбить кстати гектор правильно заметил даня чуть у тебя ой последнее время стали банить на разных платформах тебя смотри так дело и до твича дойдет не дай бог конечно последнее яйцо отлично ай-яй-яй нифига оно топает у меня кошка не может догнать его вы спасли все яйца спасибо на диету сел из мяса птицы жирное умерил и мучное в потреблении а чё случилось реверси с желудком какие-то проблемы нашли надеялся что эти осмотры помогут в итоге шесть лет мучаюсь с кишечником диета нифига не помогают врачи тоже блин егор у тебя тоже проблемы блин ребят ну я не знал если чё извиняйте ну просто про фгдс заговорили я вспомнил что это за процедуры про себя напомнил что проходил ее когда еще подростком был но мне тяжело эта процедура далась я как сейчас помню у меня я плакал потом в палату когда вернулся я говорю меня как будто на изнанку вывернули но мне никаких диет пока не прописывали у меня вроде более менее еще у меня тоже было с одной диснеевской игрой тут даже не пишут вот total recall тоже выпустил видео на три минуты тоже стрим забанили последний так увитали забанили последний раз вроде бы когда он дима гта четвертую гта когда проходил вот этот стрим я знаю что у виталия забанили из-за 4 гта там авторские права рок-стар предъявил быстрее премингер чё всех редких а запер всех редких бабочек помоги их собрать ради меня конечно я могу разбить стекло своим пением вульфе ты можешь использовать свои лапы ну давай собирать а ну в принципе в принципе она сама может собирать страна зачем мне тогда здесь опять пойди на кнопки какие-то наступать так вот там дырка была ага уже смирился нет егор мириться не надо с этим все равно надо какие-то способы искать что еще по поводу себя вспомнить у меня была плохая наследственность по зрению у меня с детства падало зрение я садился за первые парты старался не сидеть близко к телевизору но у меня все равно зрение падало это врачи сказали наследственное долго мучился комплексовал очки носить линзы у меня не прижились на глаза тоже такие неприятные проблемы были с линзами я пришел с армии мне это все надоело что за фигня ворота какие-то в лесу просто посреди леса какие-то ворота стоят это нормально это вообще для кого это все равно что в пустыне где-нибудь поставить ворота и сделать кнопку рядом типа пока не наступишь не пройдешь л логика просто в игре говорится что они курили ну и короче мне надоело что плохое зрение записался в больницу кемерово рекламировать не буду но больница хорошая потому что у меня со времен когда сделали операцию до сих пор стопроцентное зрение больше не падает так а тут что-то какие-то там вроде наверху ничего не было а вот здесь внизу есть отлично меня многие отговаривали не ходи не записывайся на операцию по глазам они тебе испортят слепым станешь короче наговорили мне какую-то жути у меня нас настолько задолбали эти очки вот это плохое зрение по улице идешь все расплывчатое с тобой через дорогу кто-нибудь здоровается ты даже ничего ответить не можешь потому что ну если на голос не понял кто поздоровался просто мутная картинка кто-то поздоровался ты даже не видишь кто это был все я принял решение сделать операцию на глаза ничего бы мне там плохого не говорили я нисколько не пожалел что сделал ее с тех пор стопроцентное зрение держится самое интересное после меня ну на работе стали узнавать как самочувствие как у тебя с глазами типа и на работе ребята после того как я им рассказал что у меня все нормально тоже у кого было плохое зрение тоже стали записываться проходить вот эти вот консультации операции делать причем были как молодняк так и взрослые люди которые уже грубо говоря до пенсии там лет пять оставалось доработать и тоже записывались на прием конечно не всем делают восстановление зрения есть примеры когда ну например если у тебя плохая кровь тебе не будут делать операцию я не знаю как это все завязано врачам виднее они не хотят дополнительный риск на себя брать есть какие-то пункты из-за которых могут отказаться делать операцию принципе это на любой операции так есть такие моменты когда просто запретят делать барышня от пения которой белки окончариваются это ворота от браконьеров хорошая хорошая мысль робот мне понравилось все равно как-то дико смотрится ворота в лесу и это не какой-то там парк это какая-то вообще территория дикая давай песик твой выход и но ты че здорово как давно операцию делал ну не соврать уже где-то лет семь прошло с момента как я операцию сделал до сих пор сто процентов держится так не две бабочки но что-то хп у меня совсем что-то плохо дайте хп пожалуйста в отличный причем по моему роза максимальное хп восстанавливает меня зрениями минус 11 после операции делали не по восстановлению а по остановке падения блин робот жесть какая-то минус 11 это ж капец это правда робот у тебя у тебя минус 11 зрения там очки наверное такой толщины должны быть блин у нас в армии был человек у которого минус 5 было зрение на него страшно смотреть было там просто ну просто толщина очков такая была страшная да в очках с первого класса гоняю ну ты не обращался робот не спрашивал можно еще что-то сделать да да димана до сих пор не падает так что всем советую делать операцию на глаза еще и будет еще и будет с кое-чем тоже в порядке меня косоглазия было после того как начал играть на компе в игры глаза распучковались кошмар из-за диабета к примеру могут отказать но там есть список борг там есть список почему-то жизнь это цветок как будто это красавица и чудовище кстати там тоже да вот там по моему цветки были прям там цветок давал жизнь прям конкретно не хп восстанавливала жизнь давал ну кстати да паш хорошее сравнение я красавицу и чудовище так и не прошел бабочки спасены спасибо тебе второй час в игре еще очень далеко до финиша кошмар мы должны обезвредить все эти ловушки в лесу чтобы 100 снова стало безопасно кто вообще посмел сделать такие страшные ловушки я думаю это премингер но не переживайте мы освободим лес от них так снова женщины берут под контроль берут лес под контроль меня на стриме как очередь к врачу все сидят и хвастаются болезнями так а ловушки просто собирать надо дима на как бы прямой эфир он на то и прямой эфир что неизвестно в какой момент какая тема может стать популярной но почему бы нет бывает людям может охота высказаться может охота единомышленников найти узнать если были какие-то схожие случаи как в этом как в такие случаях разбирались люди которые прошли какие-то болезни я ничего плохого не вижу в этом тем более современный человек это современное общество современная жизнь она так устроена что быть полностью здоровым практически невозможно несмотря на то что сейчас говорят там здоровое питание соблюдайте режим все у вас будет хорошо там ешьте здоровую пищу да вот нифига подобного сейчас такие ритмы в жизни что тяжело сохранить здоровье так что я ничего плохого не вижу до меня устраивает хоть получилось остановить так сойдет ну кстати да робот на самом деле лишь бы так вот голосом она не может сбить в линзах минус пять аквариумные рыбки не плавали был в одной из был в одну в одной из классических голливудских комедий такой прикол нет владигор про рыбки я чё-то не думал вроде никто его так не не подстегивал насчет рыбок но ему в лицо было смешно смотреть когда он был в очках подозрение подозрение минус пять немножко забавно люди смотрятся и у него как будто больше становились как в мультиках так я пропустил предысторию игры тут снова мистер который хочет взять в жону одну из барышень не совсем робот он хочет заставить их чтобы они приползли на коленях к нему за помощью вот этот коварный тип нанял двух дурачков чтобы они наводили хаос в городе ну не только в городе а вообще в округе этот коварный тип хочет навести хаос в городе чтобы барби пришла просить его о помощи он скорее должность какую-то выбивает чем хочет любви там вот это вот у него здесь какая-то другая конкуренция идет я по крайней мере в диалогах не видел что было написано там хочу добиться ее руки и сердца вот таким способом пока он хочет навести хаос в городе может еще какие-то планы есть может по мере прохождения еще какие-то подробности выяснится да блин ну только в чат посмотрел сразу ворона заклевала одни старики собрались здоровье у всех по-разному сохраняется здоровье это же не только питание там образ жизни генетика очень серьезную роль влияет если у тебя в роду были ну скажем так родственники которые болели часто там какие-то проблемы испытывали ты можешь даже нормально стараться поддерживать как-то свой организм но все равно он будет давать знать о себе все равно какие-то сбои будут случаться так опять у меня хп мало а цветы где-то в начале были да что-то он даже так задевает пуле и мало того что сваливается еще и на осколки разбивается что пока самый сложный уровень может за здоровьем вернуться где-то тут был цветочек все-таки за барби как-то поспокойней двигаться отлично за барби поспокойней потому что щит хотя бы отбивает этих ворон больше глаза в плюсовых линзах становится в минусовых меньше так что у него плюс 5 было что ли ну я точно помню что глаза у него были больше размером он на персонажа из робоципа был похож сейчас нет здоровой пищи ну если свое выращивать на это придется много времени сил нервов потратить вообще кто свои огороды держат те более-менее еще питаются нормальной пищей ну а в магазинах понятно что вряд ли что-то будет совсем уж качественное взять колбасу любую там что бы ни писали в составе это все равно уже не стопроцентное мясо сосиски сардельки это все ветчина да еще может быть там какая-то какой-то намек на мясо но колбаса которую в магазине продают там почти ничего полезного нету к сожалению что бы там ни писали премиум там вот это все это фигня о я на дерево залез так а где еще три клетки вот это мне что-то не нравится что они в деревьях где-то о замечательно еще и надо клетки в деревьях искать о это я надолго застрял где-то где-то две клетки пропустил да что ты вороны разлетались кошмар сколько раз уже задамажили первый подлый уровень врагов много еще и заставляют на деревья залазить а тут вроде ничего нету ну вот зато вот здесь есть а а а а а а а а и хп все меньше меньше о отлично что за игра принцесс заставляют в лесу лазить по деревьям в праздничном платье да на что только не пойдешь чтобы лес обратно сделать нормальным вот эту подсказку они не стали давать что можно на деревья залазить спасибо игра зато восемь раз написали что переключение между персонажами надо левый шифт нажать кошмар димана про космополис голливан я помню не переживай когда то точно будет да лет через двадцать или мы сколько там договаривались через пять лет я сыграю а лес в безопасности спасибо тебе нормальные жители никто помогать не хочет только комплиментами одаривает ох дорогуша пока премингер пока поганые вороны премингера все еще в деревьях птицы не могут спокойно вернуться назад нам нужно напугать их испугать так чтобы они улетели вульфи звучит как работа для нас двоих для двух кошек вульфи это тоже кот я что думал собака так теперь меня просят ворон распугивать айай тут по логичнее сюжет а там было выходи замуж не то руку всё ломают. Кстати, робот, ту Барби, которую я проходил, на год позже вышла, чем эта игра. Там другой злодей был, так что ладно, фикс. Первая ворона есть. Куда запряталась? Здесь хотя бы подсказку дают, когда близко к воронам подходим, хотя бы какой-то звук появляется. Так, я понял, здесь работа для Вульфи. Вообще на вид похож на собаку, я не знаю. Или мне только так кажется. Оказывается, это два кота. Ну, в смысле, кот и кошка. Моя жизнь, как говорится, уже не будет прежней. У него и походка, скорее, собачья. Я, наверное, из-за того, что на это обратил внимание, поэтому и подумал, что больше на собаку похож. Где-то тут еще ворона каркала. Вот она. Белки дурные, нет, чтобы... Вместо того, чтобы ворон отпугивать, они меня атакуют. Что-то белки не очень-то и хотят возвращению нормальных птиц в лес. Так, еще семь ворон осталось. Кто вообще кота волчком называет? Не, ну волчок прикольный. Только оно больше... Единственное да, что оно больше для собак подходит. Может у них принято так. Там и у людей какие-то имена странные. Которые больше, наверное, животным подошли бы. Где-то там еще ворона. А, вот она сидит. Ладно, давайте тему шлангов сменим тогда. Реверси, ты с нами еще? Сейчас Реверси скажет. Нет, я уже ушел. А что? Заходит человек в пустую квартиру. И кричит, ты еще здесь? На что рассчитывает? На какой ответ? Так, отсюда... А, ну ладно, допрыгну. Половина ворон есть, еще столько же осталось. Полтора часа уже в игре. Полтора часа. Хорошо, что тут у Барби первый взял сегодня. О, а здесь две подряд сидели. Там вроде больше... Вроде больше не каркает никто, значит там никого не должно было быть. О, Виталя, привет. Че, Виталя, выспался? Там ребята говорят, ты храпеть начал на стриме. Когда уже зэдзи эко-дельфина проходил. Да, где последняя ворона осталась? Надеюсь, она где-то в конце будет. Че-то весь уровень за белую котейку, за серафину получился. Вульфи почти не принимал участие. Есть, отлично. Вы это сделали? Все поганые вороны улетели из леса. Отлично. Так, ну что-то лес еще не заканчивается. Спасибо за помощь. Но пока я не забыл, я видел двух странных людей, шастающих вокруг воды. Серафина, залезь. А, спустись вниз и посмотри. Но будь осторожна. Так, это че, это как второй босс получается, что ли? Прикольно сделали. Только закрыв глаза, меня разбудили голосовой командой. Ха-ха-ха. Разбудили голосовой командой. Говорят, что храпел. Ну, у Зельзи такая игра была, что... Я-то потом уже в записи включил, посмотреть. У Зельзи такая игра была, что там, наверное, много кто захрапел бы. Ну, эко-дельфин, да, прикольный, конечно. Более на Сегу Сиди. Вообще качество. Странный второй босс был. Ладно, за полтора часа две локации. В принципе, неплохо. Серафина, что это? Мяу. Ха-ха. Нормально. Смотрите, они обронили еще один кусок карты. Давайте посмотрим. Шахты какие-то. Правда, DuckTales вторая вспоминается, когда надо было карту собирать по кусочкам. Надеюсь, мне здесь тоже какое-то сокровище дадут. Вульфи – это имя собаки из Терминатор 2. Вернее, так. Терминатор, который говорил голосом Джона, проверял опекуна, опекуниху на предмет. А Терми… Блин, Владегор, такие сложные слова пишешь. А Термина… А Терминаторивание… На самом деле собаки назвали Макс. Нифига ты что помнишь. Да, у телефонной будки они там… Был диалог. Я помню, как Шварц изменил голос. Вообще, сцена такая жестокая была. Когда жидкий Терминатор разговаривал по телефону, он же опекуну там… Пальцем глаз… Выткнул… А тот молоко пил в этот момент. Я помню ту сцену… Такая… Жутковатая… Эй, этот кусок карты ведет в шахты… Только на выходные пошел. Опять в шахту загоняют… Э… Ты знаешь, о чем я думаю? Этот премингер… Опять что-то затеял… Что-то нехорошее… Хорошо, давай остановим его… Ну, кому делать нечего… Лазают… Принцессы в шахту пошли… В какой еще игре принцессы… Они реально в платье в шахту пришли… Ну, молодцы… Кто-то запер золотую шахту… Единственный путь пролегает через эту маленькую дырку… Нам никогда не пробраться… Но коты смогут… Мяу… Логика уровня… Кошка прыгнула в колодец… Чтобы выбраться из него… Чтобы выбираться… Ну, так получилось, да… Я двух эко отправил недавно чуваку… С ретро-тусы… Тайтс оф тайм и Эко зе долфин… Загибать цену не стал… По тысячу… Пусть прикоснутся к прекрасному… Ну, Эко сложная игра, говорят… Эко не такая простая… Даже Эко Джуниор там есть подводные камни… Ну что ж, мои пушистые друзья… Вы должны… Найти рычаги, которые снова откроют двери… Кошек отправили в шахту… Это вообще запрещено таким заниматься… На самом деле… Ну, естественно, летучие мыши… Узнаю рабочие места… Ха-ха… Так, а лазить же можно… Надо не забывать… Есть, первый рычаг готов… Терминатора все должны знать наизусть… Это классика… Это знать надо… Чё, Виталь, получилось голосовую команду сделать? Или не очень сейчас сыграл… За посылку только взял… Понял, реверси… Да, кстати, после Вэрвульфа ничего не играл больше… Реверси… Ничего не запускал больше… Принцессы грязи не боятся… Да… Только пришли в шахту и сразу животинку отправили… Давно не был у тебя… Здоровый Валентин… Я сам у себя давно не был… Десять дней сложной работы… Вот сегодня наконец-то дорвался до эфира… Полторы недели не был в эфире… Здоровый Валентин, привет… Спасибо, что заглянул… У меня сегодня ранний стрим… Уже какая-то вначале дикая активность была… По моим меркам… Конечно, удивительно… Думал сегодня втихаря Барби пройти… Но не получилось… Сразу ребята набежали… Ну… В знак компенсации… Чё бы с Барби не случилось… Я чё-нибудь запущу ещё… Наверняка есть и ребята в чате… Которые ждут что-то более серьёзного… Неплохая игра… С учётом того, что на то время однообразных платформеров… На Сегу и Сне с кучами… Играл в Death Gambit… Слышал за неё, но сам ещё не брался… Как собаку зовут, Бобик… Слышь, мамань, ты мне шарика… Сготовь с хлебцем… Хе-хе-хе… Bloodrunner – это какой-то диалог корейцев получается… Боюсь только горного уровня… Если там пиву не запоёт… Лавиной накроет и лес весь… И вообще… Ну да, у Эрики страшный голос… Не знаю, на чё она рассчитывает… Так, на кнопку наступил… Там вправо вроде как тупик… Ладно, если вправо тупик, будем пробираться внизу… Четыре рычага осталось… Я на ретро не стопорюсь… Мне за это часто ругают, что я крайне редко запускаю что-то более современное… Я ребятам всё обещаю, обещаю, что железо обновлю… Но пока… Пока довольствуюсь малым… Обновить железо сейчас не дешёвое удовольствие… Пытаться обмануть судьбу… Это тоже будет сложно сделать… Потому что… Цены примерно везде одинаковые… Это надо очень хорошо… Уметь искать на Авито, например… Страшные звуки… Сейчас гигант какой-то выйдет… Не, пока булыжник выкатился… Так, два рычага осталось… Причём ещё один вон там находится… Что майнил на работе… Это секрет… Секрет, про который я пока не могу рассказать… Кстати, карту можно смотреть… Так, а здесь только вниз получается можно пройти… Лето началось… А лето в частом доме… Наверное, знаешь, какая морока… Постоянно дела… Ну, я же к родителям езжу… Ты чё думаешь, полторы недели не было эфиров… В том числе из-за того, что… Да, начался фермер онлайн у меня… Буквально вот на прошлой неделе на выходных картошку посадили… Да и так в целом… Приводили огород в порядок… Да, Валентин, сейчас началась пора вот эта весёлая… Весёлый фермер онлайн, можно сказать… Есть, отлично… Это сцена в телефонной будке… Терминатор 2 с переводом… Отдержи морды films… Порно… Порно-маунт-пикчерс… Нормальное название… Сейчас… Димана с Гектором одобрят, я думаю… Я все игры люблю, если таковые мне приглянулись… Я не обновлял, взял себе бокс… Серии СС… И через… Аргентину покупаю… И Турцию игры… Праздник не закончился… Ещё нет игр… К сожалению, ещё… Разборок нормально так предстоит… Фантастика… Вы открыли вход… Вход в шахту открыли… Нормально… Просто металлические ворота стоят… Интересная шахта… Валентин, я думаю, тоже одобрит… Теперь нам нужно использовать переключатели… Чтобы… Лифт наконец-то заработал снова… Использовать переключатели… Григорян, здорово… Ох, дорогуша… Как же нам пробраться… Эрика, может быть ты сможешь помочь? Ой… В девятый раз пишут… Нажми кнопку L, чтобы переключить… Персонажей… Так, я сейчас отвлёкся… Опять смотрю, ребята пишут… Ну это экшен-платформер на ПК… И Ninja Gaiden 2 и Xbox 360… Но это не твоя тема… Ну Xbox… Да, реверси… Это я согласен… Насчёт… Насчёт… Насчёт Xbox… Это ты… Абсолютно прав… У меня вряд ли когда-то появится… Ну, к счастью, без него тоже хватает… Что можно попроходить… Так… Кстати, насчёт железа в ДНС… На готовые сборки ПК… Цена хорошо упала… У меня сейчас выходные… В принципе, может быть… Завтра съезжу тогда… Посмотрю, что у них там происходит… Хотя можно в интернет зайти глянуть… Во-первых… Ты в натуре малорик… А во-вторых… Здоровоньки… Здравствуй, Женя… Привет… Спасибо за такие комментарии, конечно… С прибытием на стрим… Здорово, Жень… Да, у меня тут хардкор пока… В Барби играю… Очень взрослая игра… Очень серьёзная… Нам пытаются город уничтожить… Я его восстанавливаю потихоньку… Сам смотрел… Смотрел… И купил… За 86 косарей… Раньше одна видеокарта больше стоила… Я давно не приценивался… Знаю, что сейчас дорого всё… Но что конкретно стоит… Это мне специалист какой-то нужен… Приятного просмотра, Григорян… Спасибо, что зашёл… Братильник твой Серёга где-то был на стриме… Готовый ПК зачастую калькуляторы… Готовый ПК зачастую калькуляторы… Причём на Иксбоксе есть такая штука… Game Pass Plus… Каждый… Реверс – это везде такая тема есть… И… В PlayStation Network… И ещё где-то было… Даже в Стиме, по-моему, можно какие-то делать… Тоже оформляешь… И тебе там… Какие-то нечтяки дополнительные… За подписку 300 рублей платишь… Ну, я знаю, да, есть такие… Там игр куча, я могу тебе отправить 360 бесплатно… Если возьмёшь карту и будешь стримить с него… А прайзинг там, например, и НГ-2… И Ниндзя Гайден 2… Бокс 360 стоит недорого… Да ну, реверси, не заморачивайся… Не надо ничего отправлять… Я стримлю раз в две недели, ты представь… Отправишь мне Иксбокс… И чё, он будет у меня лежать месяцами… И фиг знает, когда руки дойдут… Тем более, ещё какие-то карты захвата надо покупать… HDMI кабель брать на него… Заманчивое предложение, но… Я думаю, не надо пока ничего отправлять… Будет в счётчике там… Игр 800 примерно, тогда, может, и на Иксбокс начну поглядывать… На все запчасти сейчас упала цена… Но это из-за того, что, наверное, доллар сейчас упал у нас… Сколько там, 80 рублей или даже дешевле он сейчас стоит… Пока евро и бакс низкие, вот и цены упали… Скоро снимут ограничения, цены снова вверх… Попрут… Вот Димана… Сейчас… Сейчас всё из-за валюты… Из-за известных нам событий… На Украине… И из-за валюты… Я могу уронить сталактит своим… Своим пением… Нажмите кнопку Б, чтобы спеть… Отлично, теперь мы можем по нему запрыгивать… Нажми кнопку А для прыжка… Спасибо, игра, спасибо… Полтора часа я уже нахожусь здесь… Мне снова пишут… Нажми кнопку А, чтобы прыгнуть… Никогда бы не подумал, что спустя полтора часа… Кнопка прыжка останется той же самой… Ничего не изменится… Какая заботливая игра… Но только… Подсказки, которые мне действительно нужны были… Она почему-то проигнорировала… Почему-то игра мне не сказала… Что можно залазить на деревья… Лазить высоко на деревьях… Там тоже есть ништяки… Которые надо найти… Но зато уже восемь раз мне написали… Чтобы сменить персонажа… Нажмите левый шифт… За 55 можно норм купить… Под твои потребности… Ну, Валентин… Потребности со временем растут… Видишь, уже появились… У некоторых ребят… Такие предложения, как… Иксбокс отправить мне… Спасибо, Реверси… Правда, приятно… Я вспомнил случай, когда… Сплит с Кротум… Чинжеру PS4 отправил… Вот это тоже был такой… Подарок с барского плеча, конечно… Что-то вспомнилось, как Владу PS4… Посылали… Так, опять куча кнопок каких-то… Куда, наверное, лучше с Барби добираться… Я, короче, запустил Elden Ring на серии с S и на ПК с Видях и 1660… О, допрыгнули… Блин, только третий рычаг, куда их спрятали все… За полтора часа обучение не прошел еще… Представляете, какая сложная игра, если мне до сих пор… Спустя полтора часа пишут обучение, что нужно делать… Я такого даже близко не помню, чтобы… Спустя столько времени нам продолжали туториал рассказывать… Какая любезная, какая заботливая игра… Может тебе… тебе PS2 подогнать для стримов? Не, Валентин… PS2 нормально эмулируется… Не все игры, но… А чё такие вдруг зрители добрые стали? Давай тебе Xbox подгоним… Давай тебе PS2 дадим… Только стрим, да? Только не бросай стримы, проходи что-нибудь… Спасибо, ребят, за… За волнение, но… Пока есть чем заняться, давайте с этого начнем… Чин вроде вернулся, но пока тишина… Гектор, ну ты же знаешь, что у них происходит… Не мне тебе рассказывать… Егор в чате сидит, лодраннер… Они… Непосредственно переживают этот кошмар на… Его можно сказать… То, что нам еще кажется немножко отдаленным… Да, там… Не совсем понятным… У Егора и лодраннера, как минимум, это все… Буквально на глазах происходит… Да что за кривое пение? Ты не можешь по мыши попасть, что ли? Так, половина рычагов только… Где-то еще столько же… Чин потом продал ее, когда совсем грустно стало… Ну, Владу тоже не позавидуешь… Он же тоже… Находится… Кстати, говорили, что Влад в Венгрию вроде как собрался… Ну, походу, он вернулся… Я так понял… Из того видео, которое он записал… Я так понял… Влад вернулся на Украину… Сейчас, наверное, с родителями где-то… Блин, столько ребят под угрозой нормальных… Ну, я, конечно… Я не любитель политических вот этих вот… Там… Кто что начал… Из-за чего все началось… Я думаю, не надо эту тему… На стриме по ретро-играм… Два рычага подряд, забавно… Я только… Надеюсь на то, что… Нормальные ребята… Выживут… Ничего с ними страшного не случится… Хотя… Примерно догадываюсь, какой ад там творится сейчас… У нас с Кузбасса тоже ребята поехали… Среди них не было каких-то близких моих друзей… Но я точно знаю, что… С Кузбасса тоже был набор… И добровольцы у нас отправились туда… Ну, ситуация такая, конечно, неприятная… Я на время дам… Она у меня как раритет лежит… Не-не-не, Валентин… Ни в коем случае тогда… Не дай бог сломают… И прикинь, как будет обидно потом… Меня техника не всегда любит… Несмотря на то, что Дэнди у меня просуществовала 17 лет… Я ее в итоге просто отдал потом… Ну… Продал за 500 рублей, ладно… Есть такая техника, которая быстро у меня ломается в руках… Не дай бог… Сломаю твой раритет… Будет очень грустно… Так, еще один рычаг остался… Но он, скорее всего, где-то внизу… Хех… Вот это хорошая, Димана… Вот это хорошая мысль… Где бы мне двойника взять, который… Пока я на работу уехал… Который за меня бы игры проходил… Вот это хорошее предложение… Ой… Камнем в голову… Последний рычаг переключил… Карта захвата недорогая… Ты подумай… Лайфгеймер на 108… Стоит… Стоит всего 3к на авито… Реверси… Да я прикалываюсь… Карту захвата я могу взять… Без проблем… Вы сделали это… Отличная работа… Карта захвата – это… Самая минимальная… Из проблем, наверное, на данный момент… У меня, правда, компьютер уже очень старый… Мне… Реально надо железо обновлять, иначе… Он в какой-то момент просто не включится, и все… Вульфи, давай исследуем шахты… Чтобы найти кристаллы… До того, как Примингер сможет добраться до них… Реально одна из принцесс – это толстый викинг, который похудел, научился прыгать… И стал девушкой… Отсылки… На Лост Викингов очень такие жирные… Тем более, игра гораздо позже вышла, чем викинги… Запишем… Что-то… Получить бесплатно… От меня, на самом деле, стоит 500 рублей… Изи… Гек… Похоже, эта игра и правда на весь стрим… Я не тороплюсь, Даня… Ты же знаешь, я не люблю спидранить… Ну, займет три часа, значит три часа посидим… Но… Я постараюсь еще что-то пройти… Так, для начала ты должен уронить этот камень вниз… Своими… Своим пением… Туториал продолжается… Нажмите кнопку B, чтобы спеть… Теперь я могу собрать его… Теперь я могу собрать его… Отлично… Здесь ворота… Хочешь скину ВК тебе… Сборку норм… 65к… Года на два хватит… На средних настройках… Новые игры поиграть… Да не надо, Валентин… У меня есть эксперты… У меня есть эксперты в этом деле… Все в мою лень упирается… Понимаешь… Моя лень – это… Главная причина… Почему у меня до сих пор слабый ПК… Чего я сюда поднялся… Здесь только здоровье… Там ворота… Но я еще наверху не был… Блин… Она так не запрыгивает… Несколько консолей… Разлетелись… От ударной волны… Не говоря уже о другой технике… Блин… Лодранер жесть конечно… Но в начале же жаловался… Что медленно идет… А я уже смирился… Я уже начал кайф получать от этой игры… Главное спокойно воспринимать… То во что играешь… Не надо агриться на игры… Надо как-то стараться все-таки… Нервные клетки беречь… Тем более еще много чего предстоит… Под Киевом в дом прилетело 5-6 ракет… Серьезно… Даже под Киевом какие-то взрывы есть… Я думал Киев не трогают… И то что рядом с Киевом тоже… Оказывается… Оказывается трогают еще как… Так… Я что-то запутался… Работаю в шахте 10 лет… В игре запутался… Не знаю куда идти… Какие-то новые выработки… Мне бы хотя бы схему дали какую-нибудь там… Здесь вообще тупик получается… А… Наверх он не может копать… Ну ладно… О, здесь на кнопку нажал… Она осталась вдавлена… Ч… Чужая шахта… Да они все похожи… Даня… На самом деле… Шахты-то похожи все… Что такое… Опять придется наверх залазить… 2-го марта… Первый раз по нашему дому прилетело… Ну вот рано… А ты в самом Киеве живешь или где-то рядом… Я что-то забыл уже этот момент… Насколько я помню обучение… Чтобы посмотреть карту надо жать на селект… Все верно робот… Но это не значит что тебе чуть позже не напишут то же самое… Так… А там четвертый камень получается… Куда не пройти… Там ничего нет… Вроде… Вроде пока ничего не пропустил… Я уже боюсь говорить… Забавно… Рядом с маленьким камнем большой сыпется… Вагонетки сами по себе работают… Вообще никакого контроля… Что это за шахта странная… Где люди вообще… Где кто… Другие вагонетки с кристаллами стоят полные… Никуда их не увозят… Не… На такой шахте упаси Господь работать на самом деле… Правила безопасности вообще не соблюдаются… Начнем с того что… Принцесса в платье разгуливает… Где спецодежда… Где сапоги… Каска… Без каски вообще нельзя в шахте появляться… Любой кусок отвалится с потолка и все… Потом замучаешься бумаги писать… Почему это произошло… Принцессы вообще безбашенные… Полезли в шахту… В такой форме одежды… Странно что они еще не замарали кстати платья… Что понятно в принципе все… Воюют не за родину… За интересы олигархов страдает население… Ну… Это самая дикость… Это вообще самое страшное… Два братских народа убивают друг друга… Это если совсем уж… Суровую правду говорить… Ничего не поделаешь… Таковы реалии… Но… Согласись реверси… Просто так никто бы не стал никуда лезть… Опять меня на эту тему… Непроизвольно… Начинают наталкивать… Ну иногда охота высказаться… Я не какой-то там политик… Не какой-то эксперт… Так а это куда… Какие-то… А… Она здесь пройти не может… Поэтому надо было ворота открыть… Представь что в твою шахту приедут левые товарищи… Начнут добывать что-то… Что ты делать будешь? Вооружусь чем-нибудь… Постараюсь выгнать для начала… А там посмотрим… Кстати же третья локация получается… Даня… По-хорошему если… Кто-то чужой приходит на шахту… Его… Изначально не пропускают… Сначала пропуск надо предъявить… А потом уже разборки какие-то… Устраивать кто откуда… Так… Я надеюсь не пропустил ничего… Последний камень остался… Вот только где он… О Дэмиан здорово… Я тебя даже не заметил… Я увидел что ты что-то писал… Но… Как-то не поздоровался сразу… Здорово Дэмиан… Спасибо… Вы нашли все кристаллы… Сволочи… Только благодарить умеют… Хоть бы помогли чем-нибудь… Женщины с котами… Ворвались в шахту… Так и есть примерно… О нет… Кто-то похитил все золото… Замечательно… Пока мы кристаллы собирали… У нас уже кто-то золото умыкнул… Серафина и я… Посмотрим… Не обронили ли они его где-нибудь… Сейчас вернусь в чат быстренько… Ах… Ребят… Спасибо за активность… Правда… Так… Не буду скрывать… Это… Дополнительный какой-то… Кайф… Когда… В прямом эфире… Какая-то активность в чате… Прямые эфиры… Они для этого и нужны… Чтобы с кем-то… Поговорить… Пообщаться… Что-то обсудить… Может быть… На что-то пожаловаться… Что-то сказать… Что-то накипело… Может быть… У человека… Я… По возможности… Уделяю внимание… Но если что-то пропускаю… Сильно… Не обижайтесь… Не ругайтесь… Родители в Киеве… А мы… В 30-ти километрах… От Киева… Жили… С женой… Выпрыгнуть с квартиры… Успели… Брата жены… Брата жены… Сильно посекло… Осколками… Брата жены… Водранер… Вот как-то… Водранер… Я боюсь тебя спрашивать… Но у меня… Любопытство… Очень сильно… Тоже порой… Играет роль… НАПРАН his debut… Бро 후… Боюсь тебя спрашивать… Но… Вот правда… Прям… С нашей стороны… Плотёт ракеты… На мирное население… если вопрос слишком сложный или слишком неприятный то лучше не отвечай тогда ребята кто с украины заходят какое бы ваше мнение не было мне его тоже интересно услышать так реверсе смотрю прям за активничал очень сильно реверс если чё я все читаю то что ты пишешь просто некоторые вещи из того что ты написал опасно озвучивать на стриме потому что у меня грубо говоря проблемы могут быть какую твою шахту ты уверен что это твоя шахта вот демиан теперь я вижу что где-то написал первый раз да там не разбери их у меня родственники дальние в луганске меня вообще мама на украине родилась я наполовину хохол можно сказать отец русский сибиряк мама на украине родилась что мне тоже далеко не безразлично что там происходит и родственники есть она может вот кого надо на шахту камнеломню на камнелом убрать смотрите что она умеет она просто щитом разбивает булыжник из какого сплава у нее щит откуда она его взяла вообще так и есть и спросил я ответил диван здорово я после долгого перерыва решил с чего-нибудь такого лайтовенького начать стрима но чё-то чё-то я походу здесь надолго ладно лодраном понял только первый мешочек нашел пока здесь помощь женщины мне понадобится следа мешочка не доберусь без котейки вы без счета точнее точно сразу 2 спасибо диван что заглянул здорово спустя полтора недели наконец-то до эфира добрался меня ситуация попроще брать не буду где-то ленился в эфир выходить где-то сложные моменты были с огородом с работой сейчас пока настроение есть наконец-то добрался третий мешок отлично надеюсь это последний уровень в шахтах уже с ним заканчивать о реверсе у тебя тоже мама на украине родилась фига себе не помню что ты об этом говорил она в 14 лет с родителями переехала в республику коми ой эмзаре привет мое почтение спасибо спасибо им зале приятного просмотра я тут наконец-то спустя 10 дней добрался до стрима давненько ничего не играл оффлайн поигрывал врать не буду были моменты когда рубился ну последние пару дней вообще ничего не запускал о а здесь яма из которой а нет можно выбраться все понял просто сделано чтобы не расслаблялся когда по вагонеткам прыгал чтобы туда вниз не провалился первая игра на сегодня два часа уже в ней все хорошо будет когда-нибудь что-то много мешков еще собирать здесь тоже нифига нету я понимаю не озвучивай до реверсе если чё я читаю чат читаю за это можешь не переживать сегодня какое-то перенасыщение барби будет не знаю хорошо это или плохо но пока что есть то есть здорово нагибатор опасные фразы пишешь очень опасные фразы не удивляйся если до конца сегодняшнего стрима в бан улетишь потому что можно по-разному это воспринять что такой замученный да вроде нормальный два часа в барби все хорошо как не знаем заре вроде нормально себя чувствую немножко удивлен что игра меня затянула на долгое время так надо кстати лечилку найти чуть меня мыши кромсали наверное еще один удар вынесу и потом уже все сложные темы на стримы затронули из-за этого тоже немножко я еще поднапрекся так вроде нормально в целом гаррид привет мне больше интересно из какого сплава руки у этой барби такие серьезные булыжники падают она не просто их разбивает еще и на вытянутых руках получается держит да барби конечно может фору даже том прайдеру дать опять я куда-то вниз провалился здорово рак ретро спасибо замечательный стрим два часа барби просто где там вагонетка иди уже езжай сюда эмзаре ты кстати первый кто написал что я замученный до этого как-то ребята в камеру не приглядывались может и к лучшему не если бы я был сильно замученный я бы не стал в эфир заходить а я вот не помню реверси во сколько лет моя мама перебралась в сибирь но тоже молодая была тоже с родителями перебралась что-то я как-то не интересовался у нее на самом деле что за подлости опять вагонетка уезжает в этот раз я торопиться не буду ай блин еще пять мешков собирает я вообще вчера братец медвежонок на гба играл эмзаре а можно название официальное ты про вини пуха имеешь ввиду или там как-то по другому называется о андрей панишер здорово привет самый крутой русский ачив хантер здорово андрей я счет аж растерялся немножко недавно тоже на ачивке играл кстати привет с прибытием на стрим андрей у меня тут внеплановая затянувшиеся барби на три часа если даже не больше когда уже эти шахты закончатся еще три мешка осталось ай а еще говорят на снес собирательная г запускайте барби на геймбой дванс тут получается в каждом уровне надо находить кучу предметов так а до этого мешочка как добраться а можно с помощью волшебного щита залезть тогда вот здесь можно будет залезть что здесь понимаешь хватает как и у нас кстати если переключиться на барби пока котейка стоит на щите нам не дадут за нее подальше отойти ладно вернемся обратно так два мешочка еще осталось brother beer спасибо им зари надо будет заценить тоже а ну так и называется братец медвежонок я что-то подумал что название другое будет как я говорил в принципе на гба хватает игр которые по два по три часа проходятся здесь только если наверно знать четко все расположение предметов тогда только можно быстро пройти и опять какие то тупики куда я пришел спасибо за стрим удачно то пройти еще с видимся давай лудрана надеюсь что еще действительно с видимся ты нашла все наше замечательное золото о господи пусть это последний уровень будет слушай я кого-то я слышал кого-то в элеваторе должно быть это те самые воришки все правильно в ульфе давай возьми их схвати будь уверен что ты остаешься в свету иначе потеряешься во тьме доберись до низу и поймай вора в элеваторе так это типа босс файт получается но хоть предупредили что надо в свету постоянно оставаться с предыдущим боссом залазили наверх с этим приходится вниз спускаться замечательно немножко осталось до соника забавно что вы переживаете как наберется так наберется что теперь похожий геймплей вообще им заре много игр на геймбой адванс похожи между собой на самом деле так ну я пока успеваю но что то здесь булыжники какие то стали появляться сейчас неплохо вниз пролетел мультфильм зачетный кстати какой григорян про какой мультик имеешь ввиду бразер бир который у него еще мультфильм был вот это мне не нравится людей делить по сортам хотя все братской крови реверси я только надеюсь на то что адекватных людей все таки будет больше чем безумцев надо понимать что это истории так о я переключил рычаг даже не заметил как свалился исторически русские украинцы это один народ что бы там кто не говорил что бы кто не хотел мы и кровные братья от этого уже никуда не деться вульфе ты в порядке ты смог остановить плохих ребят вуф отлично посмотрите они бросили еще один кусок карты о сэнд с прибытием работал наверное сегодня сорян это личное да ничего страшного ничего страшного в реверсе я же говорю если хочешь хочешь высказаться что то сказать на стриме я же ничего против не имею он ведет в деревню братец медвежонок там две части есть красивый если не забуду григорян посмотрю когда нибудь опять ультра брутальные игры на канале чё это сэнд чё это за смайлик реквест 5 из 7 что это у кого такой смайлик прикольный реквест 5 из 7 просто подойди и скажи мы с тобой одной крови огонь тебя не тронет маугли тоже зачетный мультфильм кстати все наши свечи пропали становится темно нам нужно побольше воска чтобы а нам нужно нам нужны некоторые пчелы воск пчел чтобы добыть чуть побольше а это перфект там написано спасибо гаррет а то не видно нифига перфект 5 из 7 смотри на этот красивый цветок я думаю пчелы его полюбят ах ох пчелы мне нужно бежать назад к цветку чтобы они отвлеклись на него нажми кнопку назад чтобы идти назад к цветку замечательно я уже добрался до четвертого мира в игре мне все еще продолжают писать туториал смотри пчелы кружат вокруг цветка теперь я могу пройти чтобы собрать мед смотри хитрая барби какая все женщины хитрые выкрутилась как кто-то подушки из окна кидает это вообще нормально что то она очень долгая игра про барби да андрей есть такой момент она затянута из-за того что здесь в каждом уровне надо сделать 10 чего-то там из-за этого игра затягивается просто каждый уровень мне нужно по 10 чего-то там сделать эх не могу достать но цветок летите вы чё на меня полетели алё дурные пчелы какие то вот цветок вот он вот на него садитесь во так уже три собрал отлично процентов на соника вы чё там с ума сошли что ли монета вложения какое-то идет саник 95 чего вообще за хайп вокруг этого соника вы никогда соника не видели или так хотите именно от меня посмотреть что ли маугли и игры неплохие ну да им заре согласен я кстати нет ни одного маугли пока в проект не проходил перфект англичанец фигов да мне больше перфект нравится говорить нет плохих наций есть плохие люди золотые слова человечество так устроено все равно кто-то воюет где-то сейчас же не только на украине непонятно что творится в мире хватает региональных конфликтов глобальных конфликтов так уж люди устроены ничего с этим не сделать какое сложное управление в игре капец не говори силич до сих пор мне продолжают писать что надо делать играть приходится так долго что забываешь управление блин ребята я вас люблю самые лучшие зрители это адекватные люди с чувством юмора ими можно и поговорить и пошутить есть такие дурные люди которые ни шуток не понимают короче ладно эту тему тоже не буду трогать просто на ум приходят некоторые личности не хочу себе настроение кольку у меня тут назревает прохождение барби серьезное никто на стриме скорее всего не проходил ее так что будет крутяк если я справлюсь ай-яй-яй тут два две трубы тоже непонятный дом какой-то грязь сливают или чё это такое прям с дома бежит отлично еще один подобрал ай-яй-яй я все уже на него слил на соника пчелы вот цветочек не надо на меня рянуться оп отлично еще три осталось давайте-давайте котейка короче несмотря ни на что я ненавижу также ненавижу эти манипулируют пытаются подменить ценности до этого хорошо так наши водили а теперь гонят мол ценности там нет реверси у нас очень сложная история очень очень тяжелая очень такая болезненная нашего президента скажем так есть за что похвалить и есть за что ругать скажи спасибо что после 90-х хотя бы хотя бы россия осталось были варианты что еще и россия могла развалиться сейчас бы были страны дальний восток сибирь урал тоже ничего хорошего же струман привет страумен струман привет меня в тот раз один раз поправил я не хочу тебя неправильно называть учет я смотрю меня пчелы кусают я иду спокойно это какие-то неправильные пчелы они делают неправильный мед последний кусочек остался научился а здесь как пройти здорово струман здорово давненько с тобой не виделись спасибо что нет не разочаровался не поменял мнение о стримере заходишь спасибо струман все отлично надо вот этих загреть есть строман как у тебя успехи я видел ты еще организовал по текину турнир добрал наконец-то короче меня под рюмаз понесло ладно молчу да почему реверси общайся я же не запрещаю про политику не надо лучше не начинать а то опять будет розжиг неприязни к другим людям ну да борг согласен есть такой момент как ты в эту игру два часа уже играешь душит м заре душит из-за того что надо постоянно что-то собирать я часа за тридцать с ней управлюсь но мне еще интересно общение идет я же интересно что пишите потому что бывает и ко мне что-то адресованное ничего прорвемся чудесно спасибо теперь мы можем зажечь город ну мужик про свечи имеет виду а не что-то там ужасное а эти пчелы не делают мед они воск делают струмэн и струмэн и вообще-то с множественное число сын наблюдательный какой да у тебя пока игрушки на любителя как обычно турнирчики черепашки и так далее ну хорошо что не пропадаешь с ветра движухи а кстати струмэн я видел ты там на ачивкеры рубился поздравляю тебя с тэйлспином замастеренным чё-то там еще брался играть чё-то ты еще начинал но тэйлспин я точно видел быстрее премингер и его люди похитили весь материал для платья мне нужны некоторые шелкопряды чтобы сделать чтобы изготовить больше шелка они любят скрываться повсюду так опять какой-то у вас здесь еще бочки катятся но не катите на меня бочку я простой скромный ретро стример не надо на меня бочки катить бой они тоже ползают длинная такта до часа на три примерно ну часа на три спокойного прохождения так то ее можно быстрее конечно пройти я часто отвлекаюсь никуда не тороплюсь так второй шелкопряд подобран отлично пп-шечку сразу восстановим ай а вот это нечестно было да подсел немного щас за фюрстраны взялся о как фюрстраны очень болезненная тема особенно если игры подвольны я уже на себе убедился что такое фюрстраны очень страшная вещь кому то нравится конечно кому то нравится есть у меня и на фюрстраны заказы это придется тоже запускать а здесь вроде все забрал четыре шелкопряда уже взято отлично да что за что в городе происходит какие то подушки кидают где там принцесса моя я все время в фюрстране по три дня игру прохожу в эрвульф четыре стрима реверси я тебе больше скажу процентов девяносто стримеров запускают игры в первый раз на стриме я ничего против не имею меня начинает напрягать когда спрашиваю там а чё ты игру типа знаешь ну блин ну бывает так что что-то ты в детстве играл и что из этого нет я первый раз играю стер себе память чпдл запустил на стриме впервые играю стер себе память до двадцатилетней давности короче странные вопросы порой задают это немножко странно слушать конечно так половина шелкопрядов есть да игра очень очень не короткая хорошо что я начал днем процентов девяносто стримеров играют фюстраном это их право я ничего против не имею а лучше сейвами просто мне лень сейвами затреник есть противники этого тоже мне нравится когда подготовленные игры когда стример там типа стример не может быть эмоциональным если он полностью знает игру это тоже считаю немножко правильно объяснить немножко неправильное мнение так я так увлекся что у меня хп закончилась фёст блат тем временем первая смерть так ну мне три шелкопряда осталось можно сразу вперед ломиться здесь я все собирал полностью за короткое время ты не будешь знать игру в том-то и дело есть упрямые ребята которым это не докажешь они верят они свято верят волшебное слово затреник для них это просто магия слово затреник они наивно думают что можно затренить любую игру в мире то есть ты можешь прям каждый пиксель отчик в игре знать всего-то надо затреник очень волшебное слово прям я не знаю у них так все просто это я читаю у меня фейспалмы в голове происходит вообще смешных кадров хватает конечно в ретро сообщества очень странные ребята есть ты затреник все красавчик я сразу привожу пример пройдите мне арка ноет кто-нибудь я даже деньги готов заплатить затреньте мне арка ноет без паузы пройдите арка ноет на нес без паузы затреньте мне его покажите как это на стриме проходить я готов серьезные деньги относительно относительно серьезные деньги заплатить тому кто арка ноет без паузы пройдет и чё то вот эти ребята которые говорят про тренировки куда-то они волшебным образом испаряются после этого предложения чё то никто не хочет показать мне арка ноет как надо без паузы проходить сразу все вот эти вот эксперты в кавычках куда-то пропадают просто горит с некоторых ребят я не знаю не буду никого называть чтобы не убедить последнее время что-то все больше таких становится мне опять хп мало как бы не откинуться и кстати где-то здесь и умер вроде бы на ниндзя гайден второй боксовый нужны годы хаганэ тоже требует скилла это нужно изучать пройти игру мало реверси ну хорошо что ты это понимаешь так еще два осталось о еще один тут же рядом а куда пополз подожди подожди меня ладно этого тоже забрал нет 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 не трогай меня я видел где последний кувшин надо забирать уже как только бы бочки меня не затроллили аккуратно и нет или чем не показалось что ли а где последний капец где-то я пропустил его пусть рогалики с рандомом попробуют затренить да кстати игры со случайной генерации тоже никто не отменял такие игры это просто мечта спидранеров так и лечилки тут нету нету где последняя ваза еще сильно вперед ломанулся мыши тролят что-то прям временем два с половиной часа вот это даже хуже когда ты откинулся на уровне отправляет самое начало но шелкопряды то уже собраны тебе остается по сути одного найти а вот где этот один сейчас фиг вспомнишь где-то еще не был здесь я спускал сюда только хпшка будет забрать кстати когда с собакой приду тоже ничего не вижу тоже ничего нет пройти это только адаптироваться максимум большинство людей думает если я быстро прошел игру кое-как то я убер скилл ладно реверси я понял яй-яй да блин ну где-то последняя ваза вроде такой приметный приметная такая фигня там можно где-нибудь что меня смущает вон те платформы наверху мне кажется наверху где крысу убивала сейчас проверим сначала здесь поднимусь вон там походу собачкой надо о-о-о-о как бы мне хп донести ты ведь эту игру второй раз проходишь как у тебя терпения хватает вектор это первый раз была схожая барби но там барби и пегас называлась она на год позже вышла они чем-то похожи но на самом деле игры разные в эту я первый раз играю на стриме у барби нет правил региона они обычно в каком-то определенном регионе выходили вот это барби только в европе и америке была япония она не выходила поэтому правило региона на нее не будет распространяться проходим мы забываем как страшный сон просто так это получается второй уровень в городе наконец-то господи пока самый стремный уровень был с воронами было проще всего да кстати так и есть теперь я могу сделать больше платьев какая какая радость какое счастье наверно поэтому в игре и были данные пароли что никто не каждый захочет сидеть в ней полностью с нуля готовил в оффлайне нет гектор я не проходил ее полностью честно тебе скажу что случилось все баннеры магазина похищены как теперь кто-нибудь сможет найти мой магазин к ты смогут найти их понятно теперь баннеры собираем так что гек здесь ты не прав я не проходил ее во флайне то что я сейчас играю я первый раз вижу совсем правда хотите просто понятно что игра однообразная все уровни ходишь что-то собираешь куда-то залазишь кто-то пытается тебя убить вот как сейчас например подушки выкидывают из окна третье полотно взял отлично игра почти прямолинейная все время почти прямолинейные те же самые задания открой ворота там пройди мыши мыши да вообще напрягают конечно а я просто думал все игры готовишь считай сегодня еще одно разоблачение состоялось прежде всего в игре чтобы быть скилловым нужно знать все механики особенности управления еще которых ты можешь крутить как хочешь ну вот сразу реверси да опять же хагане вспоминается гон и перегружена механиками чем лучше ты всех знаешь применяешь проще становится проходить проходить игру четвертое полотно еще одного куска карты не хватает мне это больше понравилось чем которая с пегасом силич а ты помнишь барби с пегасом ну справедливости ради надо сказать что с пегасом уровне были это более наверное более разнообразней что ли там и людей надо было изо льда вытаскивать там барби была одна но у нее посох разные функции применял и в этом плане даже как то тоже очень интересные механики были да что ты мыши ладно уже шесть собрал здесь вроде ничего нету заколебали подушки выкидывать они чё сумасшедшие что ли нафига подушки из окон выбрасывать бракованные что ли оказались да вообще зря спустился не не лечилки ничего нету барби не попадает под мыслимые правила да есть такие игры есть конечно гек вот не надо хаганэ классная игра мне хаганэ очень понравилась выполнена в интересном сеттинге и кибер ниндзя разрубает все на своем пути босс очень интересная подъем с финальным боссом прикольно сделан когда ракету хотят запустить не мне хаганэ понравилось не буду сравнивать с ниндзя гайденом но сама по себе точно шикарная игра получилась скроллерные уровне когда надо бежать и перепрыгивая ямы тоже адреналин определенный вносит так еще два ковра где-то валяется лучше вместо подушек ковры на меня выкидывали сразу собрал бы 10 предметов за спидранил уровень и спокойно дальше пошел вот здесь сразу по 2 выкидывают последний коврик гектор активировал награду реквест фестран игры хитрый гектор хитрый гектор подбадривал всех на соника кидать монеты а сам втихаря скопил на фестран реквест хитрый гектор какой спасибо гек за реквест когда-нибудь я его сыграю но это не точно в аладине посуду выбрасывали аладинов мало проходил по сути только на game gear и на мастер-систем у меня аладины пройдены ничего тебя еще актрайзер 2 ждет там механик не меньше ну когда-то реверси я сам понимаешь не могу конкретные сроки называть потому что игр тысяча я один как бы том и джерри smd серьезно у мы джерри на май на мега-драйв прикольно но я кстати в детстве не играл в нее на соника закинул максимум 2к больше твоя система не позволила вот не надо не моя система вообще в целом баллы твича так устроена что ты больше 2к не сможешь кинуть код говорящий вув выглядит мягко говоря странно какая-то смесь по ходу теперь нам нужно развесить баннеры теперь наша очередь хорошо расположите баннеры на на тростях как это сделано у меня над головой или над палками короче ладно не суть важна уже первый под повесил чего очень прикольно пока ты не начал играть вы про том и джерри на smd вроде вроде нормальная игра я же видел ее у других ребят щитом белку по жопе выкинул это где на двоих можно до селечь одна из немногих том и джерри которую можно на двоих проходить вообще том и джерри много где выходил на нинтендо дисси был по моему даже на геймбой advance несколько частей на первый playstation нинтендо 64 не том и джерри много где был мастер систем геймгер на геймбой то ли две то ли три части я пока только на снеси и на неси прошел гектор решил продолжить том и джерри изучение спасибо геттима интересный реквест а ты сам играл гектор была в детстве тиатом и джерри на дженесис ох не нравилась мне она чё ж так сель что случилось там вроде только первый уровень неприятный где дом рушится и надо из дома сбегать так вроде игра забавная знаю что там три классических уровня сложности есть четвертый баннер отлично вот это вот здорово сделали сверху жижа внизу бочка катится была в детстве до ласт босса доходили с сестрой ну вот я же говорю уж если в детстве гектор доходил до ласт босса то поди я во взрослом состоянии смогу это сделать хотя гектор возможно на нормале проходил кто пес пол шпиль в данном случае спасибо фауст что поправляешь обычно гарет этим занимается поправляет мой английский кривой но когда другие ребята тоже этим начинают замечать конечно приятно еще один повесил здорово сбухов но я же шутя я же любя тоже не все ребята к сожалению понимают юмор сарказм начинают беситься агриться что как ты меня назвал там вот это вот привожу в пример каких-то скилловых ребят ага мы значит там играть не умеем да по-твоему мы там раки значит так вот как ты а нас просто охота пальцем у виска покрутить или сказать ты чё себе вообще напридумал вообще опасно кого-то хвалить в чужих чатах почему-то начинают агриться как будто я как-то оскорбил их как будто я там как как-то ужасно назвал их не знаю там чё с людьми происходит я вообще просто понятия не имею так вот там кто-то а вот еще один блин последняя хпшечка и последний флаг у у кого крысы меня или а розочка дайте хпшечку есть отлично камбэк ну ты сможешь но боюсь я буду проклят да ну гек ты чё такого точно не будет мы с тобой старые друзья я просто попрошу тебя побольше смайликов нарисовать мне и буду угрожать тебе с этими баннерами развешанными в нашей деревне торговое место снова будет занято спасибо типа снова популярность обретет я вообще бы сказал что гордиться достижениями всего лишь видеоиграх это такое себе ауч что это было посетители никогда не вернуться назад в деревню с этими кидателями яиц мой верный щит и я остановим их прыгай со своим поднятым щитом чтобы отражать яйца обратно в тех кто кидает в их лица так это их заставит прогнаться отсюда сбежать опять эти два придурка по вылазили ну давайте ребятки или мне прыгать надо ничего не понял нифига он там накидал в меня яйца то какие-то страусины достают а надо эти надо ставни закрывать понятно надо их захлопывать я всегда считал игры развлечением не более но видать для кого-то это работа для меня игры были развлечением в детстве сейчас в каком-то смысле можно сказать что я работаю изучая библиотеки разных консолей прохожу не всегда то что нравится каком-то плане для меня можно сказать работой стала быть морд модером идеальный вариант можешь тупо шутить и тебе за это ничего не будет не скажи saint модерка это тоже тонкий лед на самом деле ничто не мешает ее скинуть с человека так что смотри аккуратно там чате последний кусок карты лично последний кусочек подобрали большинство воспринимает как конкуренцию кстати как вариант вариант а потому что я не знаю как это логично еще можно объяснить если у меня кого-то в чате хвалят я спокойно воспринимаю что каких-то ребят называют там я лично как-то замечал что если я пишу то почему-то люди странно себя начинают вести подожди выглядит что конец приключения близок закончится в деревне часовой башни чебурек здорово мне очень стыдно в это играть я хотел черную полоску на глаза сделать знаешь когда ну там уголовников каких-нибудь спрашивают вот они вот так вот сидят у них обычно глаза закрыты они сидят рассказываю там какие непристойные вещи совершили я наверное этот видос обработаю сделаю так чтобы мои глаза не видно было мне очень стыдно но кто-то должен это тоже проходить в этой игре есть концовка значит ее можно пройти так чё там написали ну то есть как безусловно есть некая гордость когда в копилочке имеешь пройденный adventure island без пчелы когда меряются это уже зашквар то поймут меня неправильно уточняю тоже мне без пчелы вот без пчелы на скейте задом наперед все начали сравнивать чебурек не надо делить игры там по расовому признаку какие игры женщинам проходить какие мужикам когда создавали игры особо как-то не заморачивались кто в них будет играть на них же не написано запрещено для сибирских мужиков стримеров там ничего же такого не пишут значит можно играть эрика должно быть это убежище примингеры я тем более уже близок к завершению уже осталось маленько надо уже дожимать ее представь чебурек что кто-то захочет пройти все игры на геймбой advance ты же знаешь что он наверняка слышал что разные челленджи устраивают или допустим там у гитмана выпадет в ргг допустим там вот эта вот игра в рандомайзере и чё делать рерол потому что она на женскую аудиторию рассчитаны даже если так чё такого где вы идиоты были вы принесли мне золото вот он примингер потерпи чебурек запущу после барби чё-нибудь более такое мужицкое давайте схватим его вульфе постарайся запрыгнуть старайся запрыгнуть на часовую башню и бить в колокола бей их чтобы сбить его с платформы на которой он будет стоять благомир доброго утра не люблю заносчивых людей проще говоря через вешников реверс я за некоторыми ребятами стал замечать вот пока и хвалишь на стриме там ты крутой здорово бро и классный стример мощный там крутые игры проходишь он тебе в ответ тоже ты классный зритель спасибо что зашел от души там давай типа не пропадай все только кого-то другого похвалишь и стример говно на тебя начинает выплескивать чего да ты засомневался в моем скелетчу ты вообще зашел нафиг ты мне тут кого-то пишешь кого-то упоминаешь вот это вообще просто чсв чистой воды не знаю пока и хвалишь все нормально отношения только что-то там кого-то другого назвал все сразу ревность какая-то начинается но все странные люди хорошая работа вульфе я постараюсь достичь часов своим пением ну тоже вот эти вот походу женская аудитория рубит в пубок в контру и забирает призовые места ой а тут надо петь блин опять наступил хп походу общее пуделей своих насылает на меня я люблю когда меня критикуют главное чтоб без хамства ладно благомир буду иметь ввиду буду критиковать тебя но без руганий музыка тревожная блок веется тагири в часах спасибо робот буду знать у снг стримеров как я заметил чсвшность как-то более обострена говорит я бы мог тебе целую тонну текста выдать чем это связано по моему мнению но я если хочешь в лс потом поговорим что долго будет молодец эрика ты напугала его и он убежал дальше в башню серафина посмотрим сможешь ли ты бить по гирям часов своими лапами так теперь кошачья участь горит не только у снг стримеров сожалению среди зрителей много токсичных ребят хватает тоже замечал несколько раз ай-яй-яй и я еще не популярный скромный стример да там чего популярных стримеров творится там такая дичь вообще у нас у зрителей вообще никакой культуры нет никакого воспитания зашли думают что можно все писать там никому ничего не обязаны ой-яй-яй опасно у нас и среди зрителей зрителей токсичных ребят хватает вообще себя вести не умеют заходят там начинают сразу грубо общаться не здрасте не до свидания сожалению тоже обычное явление че еще четыре раза осталось попасть но почему нет можешь написать свои мысли но ты только сейчас мне напомни в к гарретт напиши чем мы хотели поговорить я тебе скажу последний осталось а я не успел запрыгнуть вот почему я дорожу адекватными зрителями в чате вот почему мне приятно компании людей с которыми хорошие отношения у меня у меня забавный случай спросил у китайского стримера что он думает по поводу идей философа лао цзы он пригрозил меня забанить на 25 лет за такие вопросы фига благомир ты экстремал по китайским стримом каким-то лазишь как тебя вообще к нему занесло просто упомянуть это вполне нормально я считаю вот наглую рекламе чужие каналы без разрешения с такой можно бан словить не ну конечно кинслейер вот очередная адекватная мысль я не кидал ссылки там не захожу на чужие стримы говорю там а вот у меня есть друг он круто проходит игры раз и ссылку кинул конечно я так не веду себя так вскользь упоминаю кого-то привожу не то что там пример ставлю но говорю что есть еще тоже ребята интересные я стал замечать что когда хочу когда пытаюсь подружиться с кем-то да там с каким-то сообществом начинается какая-то токсичная вот это вот гнобление меня я не знаю хочу как-то наоборот объединять сообщество чё ты кто ты там вот это вот начинается чё ты там вот ну короче я не знаю серафина ты это сделал ему больше некуда бежать да действительно он сейчас находится там где я и хотела оставайтесь позади моя очередь я постараюсь ударить гири часов своим щитом время не сможет убежать от нас токсичное гнобление можно болезнь назвать какую-нибудь хочешь за патенту игорь без проблем так у меня третья смерть за игру а вот это этот песик бегает вообще раздражает что-то что-то он вообще вообще с ума сходит короче я пришел к неутешительному выводу нет никакой дружбы между ретро сообществами каждый сами по себе к сожалению пытаешься с кем-то подружиться тебя грызть начинают вот и вся правда так вроде бы все как я и сказал три часа посмотрим вроде бы все скинули этих придурков все уплывают у меня чувство что премингер больше не вернется назад да это по ходу прощай навсегда я надеюсь теперь мы можем вернуться обратно к нашим счастливым жизням как будто до этого они я не знаю там страдали вообще дико бедности жили серафина мы сделали мы стали очень крутой командой да я думаю так и есть ты не так уж и плох после всего все радуются пароль зачем-то дали 3 часа барби господи моя жизнь больше не будет прежней вот вам игра на геймбой адванс вот вам пожалуйста и это ведь еще далеко не самая длинная игра на эту портативку замечательная господи долгожданные титры пошли есть замечательно чебурек спасибо за реквест нифига си это уже пять тысяч монет скопил только читая условия я не запускаю сразу на стриме музыкальные паузы у меня между играми происходит и там есть очередь небольшая ну я думаю ты прочитал какая тягомотная 359 игра становится все с барби переизбыток какое-то время я к ней не вернусь конечно как раз у тапка на концерте недавно был саша привет извини не сразу заметил с тобой вроде не здоровался сегодня фейерверки в нашу честь хорошая игра чую мне понравилось 2d платформер причем с механиками как в лост викингс постоянно надо было взаимодействовать дружи с нами мы сыты и грызть не будем вся надежда на вас ребятки вся надежда на проверенных зрителей с которыми уже не первый год к сожалению залетные их надолго не хватает начинают какие-то причины искать и благополучно сваливают в освоясь когда-то дружили киномания дф и кракен потом разбежались такова наверно наша природа людей связанных с ретро не можем нормально как-то как-то ужиться не знаю каждого свои заморочки к сожалению а а а Продолжение следует...